Мы приглашаем в эту студию еще одного человека, который с боями прорвался через двойное кольцо окружения. Это командир уже ставшего легендарного добровольческого батальона Днепр-1 Юрий Береза. Здравствуйте, Юрий. Спасибо, что пришли. Спасибо. Во-первых, спасибо, что пришли. Как вам удалось выжить? Как удалось выйти из Иловайского котла? Знаете, насколько сложное вы ставите запитание. Понимаю. Оно очень больное для нас, для всех. Если вам кто-то будет говорить, что на войне не страшно, это неправда. На войне очень страшно. Это абсолютная правда. Суть в том, что насколько ты сможешь быстро перебороть этот страх. И от этого зависит. Для меня самым великим... Мне не было, когда бояться, потому что за мной стояли люди, за которых я несу ответственность не только перед собой, как командиром, а перед Богом, перед их родителями, перед их друзьями, детьми. И, может быть, этот момент ответственности, он, может быть, самый стабилизующий, когда ты перестаешь сразу бояться. Потому что от твоего страха могут загинуть люди. Я прошу прощения, вы очень много говорите о вере и о Боге. Я понимаю, что это вот тот стержень, который держит и вас и помогает сохранять самообладание и вашим побратимам, если я не ошибаюсь. Я вот просто слушаю, о чем вы говорите. И у нас есть, кстати, небольшое видео о том, как вы ехали в машине с ребятами, журналистами, как раз в момент, когда вырывались из Заловайского котла. С вашего разрешения мы сейчас вместе с нашими гостями в студии его посмотрим. Внимание на экран. Давайте молитву проще прочитаем все разы. Матерь Божия попереду. Повторяйте за мной. Матерь Божия попереду. Матерь Божия попереду. Сын Божий позаду. Сын Божий позаду. Ян Голи по сторонам. Ян Голи по сторонам. Что будет мне, то и будет вам. Что будет мне, то и будет вам. И каждый про себя читать. Юрий, так. Вы знаете, скольким удалось вырваться из Заловайского котла? Ну, я понимаю, что точных цифр назвать очень сложно, но примерно хотя бы. Скольким нашим бойцам удалось выжить и выйти оттуда? Ну, я скажу, что все-таки большая часть, которые были, находились там, они все-таки прорвались, выжили. Деяка часть еще находится в полонии. Деякую часть мы не нашли. Я, повертаючись до молитвы, я хочу сказать, что, знаете, на тот момент я уже чітко знал, что две доби перемовин с российскими войсками, я принимал участь безпосередньо, вот, конкретно, с конкретными офицерами российской армии, в то, что в мене было, в нас тогда было 23 их полонени. И мы говорили про то, что в обмен на життя этих, я вважаю, невинных сейчас, знаете, несмотря на то, что они воювали против меня, против нас, это невинные дети. Дети, яких послали на забий. Вот мы договорились, я намагался договориться. Это были российские военные? Это были российские, кадровые, военные. Я намагался обменять их жизнь на жизнь своих побратимов. И практически мы договорились. Мне так здавалось. Но о четвертой ранке они сняли все обязательства. Как они сняли? Они сказали, что мы переносим с четвертой на пятой, с пятой на шестой, с седьмой на восьмой. И тогда я понял, что никаких договорностей с россиянами не может быть взагалі. Я вспомнил слова Битсмарка про папир и договорности с россиянами. Что ты говоришь, на котором... Наверное, не стоит того папиру, на который подписан. Знаете, вот не има в меня ненависти до россиян. Вот уже прошел певный час. У меня есть боль за втраченными побратимами. Жаль за то, что на территории нашей страны так и не создалась украинская армия за все эти часы. Сором за генералов, это есть. И вера в Украину, она есть. А вот ненависти до россиян нам не мают. Вы даже не уявляете, как они себя ведут после добы в полонии. После добы, после того, как они не подивлятся свои телебачения, не послушают своих пропагандистов. Это совсем другие люди. Я знаю, что вы когда-то служили на Дальнем Востоке. Это так? Так. Ну, вероятнее всего, это очевидно, что среди ваших сослуживцев были и россияне. Конечно, у меня очень много друзей было по училищу, начиная с військового училища. Если бы во время боя вы встретились лицом к лицу с человеком, с которым вы служили тогда на Дальнем Востоке, с человеком, которого вы прекрасно знаете, что произошло бы? Как вы поступили? Я бы его уничтожил. Он на моей земле. И он – я враг. Я просто хочу вернуться до одного момента. Я сейчас скажу очень страшную речь. Я ей ни разу не говорил. Но одна из первых колон, которая была спалена Дніпром вместе с Донбасом, у нас был в районе Многополя, был такой разведывательный диверсийный загон в составе 40 человек. Так вот, когда мы спалили первую колону, приблизительно около 300 российских військовослужбовцев сгорело в этой колонии. То вчера моя разведка там еще работает, мы шукаем своих. До сих пор мертвых никто не забрал. Что это? Как такое возможно? Вот вы знаете, это речь, на которую я не могу найти пояснение. Сергей Васильевич, я прошу прощения. Сергей Васильевич, как вы смотрите на то, что вот сейчас в эти дни, в 21 веке, возникают ситуации, когда на одном поле боя, по одну сторону находятся украинцы, я всех называю украинцами, я тоже украинец крымско-татарского происхождения, но я считаю себя украинцем. Вот украинцы, которые защищают свою землю, свои дома, своих родных и близких. А по другую сторону, вчерашние братья, с которыми служили, ну вот буквально там несколько лет тому назад. Как с этим быть? Что делать? Знаете, мне крайне тяжело отвечать на этот вопрос, потому что действительно у меня масса друзей, прекрасных друзей, братьев, в том числе и в России. Я заканчивал Рязанской воздушно-десантной училищей. Представьте себе, что командующий ВДВ России Владимир Шуманов, мы с ним в одной роте учились, мы друзьями были. Мы вместе ездили на соревнования по борьбе. Можете представить, вот как сейчас. Мы в прошлом году, год назад, в прошлом сентябре у нас 35 лет выпуска было. Мы собирались. Мы обнимались, целовались, пили водку, пили песни. И вот сейчас, вот я нахожусь в такой ситуации. Поэтому, конечно, готового такого, знаете, вот ответа Юрий может даже как-то, наверное, и легче. Что он уже в бою, ему перетерло вот эту ситуацию. Вот. Мне крайне тяжело какой-то однозначный ответ дать. Я уверен, что те же самые генералы и фронтовики, они Путину не советовали с нами воевать. А молодые и, как говорится, шустрые, бессердечные люди, безусловно, видимо, дали добро. Спасибо. Юрий. Юрий, вы, я хочу вернуться вот к вашим словам. Вы сказали, что вместе с вами в этой колонне, выходящей по так называемому зеленому коридору, были российские военнопленные. Те, кто отдавал приказ стрелять во вашей колонне, я имею в виду на той стороне, российская армия, они прекрасно об этом знали. Это правда? Да, абсолютно верно. И они стреляли в эту колонну, где находились и их военнослужащие. И они загинули в первых, ну, в первых рядах. Они были попереджены про то, что мы дотримуем своего слова, мы выходим и полоненных, в том числе и пораненых, отдаем в точке обмяну, яка была домовлена за две добы. То есть русские стреляли русских. Вместо этого, вот я подтвердю слова, заместо этого, россияне по тому коридору, про який мы договорились, они расставили артиллерию, пушки, БМП, сделали все огневые точки для того, чтобы расстреливать нас, как в террум. Про что мы, про какую порядочность и честь говорить в российской армии. Я вам хочу сказать, что, слава Богу, в нашей армии есть люди, для которых понятие честь, достоинство. Это не пустой звук. Я говорю о наших украинских танкистах, которые захватили российский танк Т-72, да? Так. И идя впереди наши колонны, они создали щит, хотя и первыми узнали цену обещанием российских кадровых военных. Вы дозволите, я перебью вас, но ситуация, это уже конец всей ситуации. На початку, коли цей танк був захоплений ще 25-го. 25-го августа? Так. И он 5 дней так воювал там. Он перехопливал ворожьи колони. Он делал танкисты, то, что они делали, это вообще, ну, знаете, это шедевр. Шедевр партизанской, в том числе, войны. Я знаю, что они, что экипаж этот, состоящий из... троих украинских танкистов, вот имена которых я с огромной для себя честью хочу прямо сейчас назвать. Это Евгений Сидоренко, это Евгений Мартынюк и Сергей Исаев. Они мало того, что починили этот танк, это ведь правда, да? Так. Они с боем прошли 20 километров по пути, сминая вражеские блокпосты и тем самым дав возможность выжить и выйти из этого котла сотням своих побратимов. Я предлагаю посмотреть сюжет. Ох, нас вряд ли было. Без Бога не я. Кроме Бога. Сколько раз было это... Там, я не знаю, это страшно. Реально там последние моменты были так страшные. Русские зашли, и у нас начали быть. Дуже сильно быть. Даже не думали, что так может произойти. Нас обкружили, в три круга взяли. Бить, бить, бить. Потом кажут, зеленый коридор выйдет. Зеленый коридор, выезжайте. Десять секунд, девять, восемь, три, две. Одну сказали, и минометы подлетели. Мы стартанули все, выехали. Он кехал на нас. Мы его сразу взорвали, экипаж выставили. Бачу, он сгорел сразу. Там полностью весь. Ну, весь человек горел. Думаю, елки-палки, что же делать из талачи? Я не знаю, думаю. Потом думаю, едем дальше. Бачу, танк стоять. Стрел он боком, получается. А думаю, он у нас. КамАЗ завернул, я за КамАЗ. Я думал, как выжить. И не только про себя думал, сколько людей погибло. Окопиваются противотанки. И вот туда сразу волнули. Получили все травмы. Я не считаю себя героем. Это война, что ты сделаешь. Кто, кроме нас, надо пидать? И что? Я всегда говорил и буду говорить, что наша страна будет сильной и будет демократичной благодаря людям, которые в ней живут. Игорь, вы в вашем сюжете сказали о том, что мечтаете, когда наступит мирное время, вернуться в свой родной город, открыть двери своего театра. Скорее всего, открыть двери школы детских садов. Потому что мы ездили в школы, в детские сады у нас, передвижное. Приехали, выступили, поехали в следующую. Я просто не верю своим глазам. Передо мной сидит мужчина, прошедший войну. Я не могу поверить, что вы руководитель детского театра. Я не могу поверить по-хорошему. Я просто вам от всей души желаю вернуться, открыть двери школ, детских садов и приезжать туда с театром. И получать благодарность и от детей, и от их родителей, от их бабушки, дедушки. И, кстати, мы записали несколько таких благодарностей. Поэтому давайте посмотрим на экран. Это слова благодарности всем нашим защитникам Родины. Дорогие наши военные, благодаря вам за вашу мужность, храбрость, за вашу открытую сердцем и помощь всей Украине. И вместе с вами я верю, что Украина точно победит. Мы вас любим и спасибо вам. Я хочу, чтобы наши ребята помнили, что бы ни случилось в этой стране. Мы с вами, мы ваш тыл. Мы никогда вас не просим. Иди, поможем. И будем молиться за вас каждый день, чтобы вы вернулись живыми и невредимыми. Дякую вам за то, что вы створюете найкращее майбутнее для наших майбутних поколений, наших детей и наших внуков. Слава Украине! Команда программы «Храбрый сердца» и весь медиахолдинг «1 плюс 1» старается помочь нашим защитникам Родины, а также их семьям. С этой целью мы проводим благотворительный аукцион в поддержку нашей украинской армии. В этом аукционе будут принимать участие эксклюзивные лоты, предоставленные известными украинцами. Один из таких лотов – триптих, написанный супругой и детьми президента Украины Петра Порошенко. Мы и малювали эти картины, как у берега, который будет защитить наших хлопцев и вообще всю нашу Украину. В общем, звезу, раз я один, я украинец. Но я это сделал из-за своих убеждений, и все. Я чудом остался жив. Не бояться, только дураки, знаете, говорят. Война – это люди с оружием.